Приветствую вас, дорогие мои! И сегодня у нас общий расклад вот на такой замечательной колоде, колода дверей, которая открывает любые двери. И мы посмотрим, насколько они для вас открыты с темой признания в любви. Загадайте себя, проговорите свое имя, возраст, расплетите руки-ноги. Теперь представьте партнера, проговорите его имя, возраст, и мы начинаем. Расклад под названием «Признание в любви». Карты уже рвутся, карты уже рвутся в бой. Итак, первая позиция. Каково состояние ваших отношений? Напоминаю, расклад общий. За личными раскладами вы можете обратиться в WhatsApp или Viber, номер в описании. Итак, каково состояние ваших отношений на данный период времени? Каково состояние ваших отношений на данный период времени? Смотрите, какая классная карта выпала. Это карта «Звезда», это «Старший Аркан». Разговор о том, что вы оба мечтали о таких отношениях. Тут, кстати, может проигрываться ситуация, когда люди находятся на расстоянии, далеко друг от друга, и всего, скорее, долго мечтали друг о друге, продолжают мечтать. Может быть, вы видите друг друга во снах. Это тоже просматривается по этой карте. И разговор о том, что у вас тут какие-то общие цели по поводу друг друга. Хорошо, карта хорошая. Вторая позиция. Как я, тот, кто меня сейчас смотрит, отношусь к партнёру или партнёрше? Как мой зритель, мой подписчик, который меня сейчас смотрит, относится к загаданному партнёру? Я буду говорить от первого лица, а вы будете переводить на себя. Итак, как я отношусь к тому человеку, о котором думаю? Карта «Паш мечей». И карта повествует о том, что вы за этим человеком шпионите. Вот видите, здесь герой как-то с крыши, свысока наблюдает, имея в багаже какую-то готовку, наблюдает за какими-то действиями, происходящими внизу. Вы подслеживаете, подсматриваете, подслушиваете, впитываете в себя информацию, боитесь каких-то неприятностей в отношениях с этим человеком. В общем, держите ухо востро и в таком находитесь в алертном состоянии, в состоянии, как бы чего бы ни случилось, готовые принять вызов либо удар. Эта карта всё-таки карта слежки, карта того, что человек не доверяет. То есть вы нас и сто процентов своему партнёру не доверяете. Хорошо. Дальше. Третья позиция. Как загаданный партнёр относится ко мне? Теперь мы смотрим его отношение к вам на данный период времени. Как загаданный партнёр относится ко мне? Партнёр или партнёрша. Ваш партнёр, карта рыцарь жезлов, ваш партнёр вообще питает к вам яркие страстные чувства, но их сдерживает. Их сдерживает. Хотел бы или хотела бы к вам стремиться, но по каким-то причинам, возможно, расстояние мешает, возможно, ваше какое-то недоверие и отчуждение, тут человек находится в страстных энергиях, человек находится в энергиях движения. Кстати, партнёр может быть огненной стихией загаданной, либо просто энергичной очень, да, либо это овен, стрелец, лев. И человек намеревается двигать эти отношения, идти к своей мечте. Четвёртая позиция, нейтральная такая. Суждено ли вам быть вместе, вот по мнению высших сил? Суждено ли вам быть вместе, по мнению высших сил? Ну, смотрите, какая карта выпала. Карта Иерафант. Это карта мудреца. Это карта небесного перста. Понимаете, это карта великой мудрости. И этой картой, этим старшим арканам, высшие силы вам говорят, что эти отношения вам даны для того, чтобы вы стали, ну, не буду говорить слово умнее, оно, наверное, как-то будет обидно в данной ситуации звучать, но мудрее это точно. Вы должны стать мудрее в этих отношениях. Вы должны обрести понимание, обрести определённого рода осознанность. Вы должны учиться мыслить и видеть реальность глазами партнёра. Именно это подтверждает мудрость героев, партнёров в отношениях. Конечно же, эти отношения даны вам не просто так. Если вышел старший аркан, и позиция у нас вопроса была осуждена ли быть вместе, и вам тут говорят. Я, знаете, сразу из потока мне идёт такая поговорка, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Как вы будете, насколько одинаково вы будете взрослеть, мудреть, так в этом русле и будут продвигаться ваши отношения, ваша судьба. То есть вообще вы даны друг другу судьбой. Можно даже вот карту Иерофант обозначить, назвать как бы не человека, а вот именно олицетворять высшие силы, которые, вот видите, прям перстом своим рукой указывают. Вам надо быть вместе. Так, однозначно, это однозначно судьбоносная карта, судьбоносный аркан, говорящий о том, что вы не просто так встретились, и не просто так вам будет от этих отношений избавиться, если хотите, да, придётся прорабатывать. Если не сможете прорабатывать, будете страдать. Хорошо. Пятая позиция. В чём причина притяжения между вами? В чём причина притяжения между вами? Тоже интересная такая позиция. А жезлы? Тут семёрка жезлов. И разговор о том, что, да, продолжается тема мудрости, тема изучения. Видите, человек учится писать, да, на скале оставляет свои следы. И тут каждый, в чём причина притяжения? Каждый хочет оставить глубокий след, только бы не шрам, умоляю вас, только бы не шрам, а в душе партнёра. Каждый играет такую роль для партнёра, и вы для него, и он для вас, что помимо того, что вы судьбоносные, вы ещё человек, которого ваш партнёр никогда не забудет. А вы его, кстати, тоже никогда не забудете. Эти отношения, мало того, что они вам даны для обучения, для прохождения уроков, для того, чтобы вы на ступень очередной осознанности поднялись. Тут ещё разговор о том, что вы должны друг для друга стать каким-то примером, опытом жизненным, да. Вы друг для друга та доска, на которой ученик, первоклассник, допустим. А может, вы и не первоклассники, может, вы уже десятиклассники, да, учатся выводить какие-то буквы, формулы и так далее. Вы друг для друга именно призваны. И притяжение, сила такая, что у вас, вам хочется, помимо того, что вы ещё, у вас идёт ещё и первенство в паре, да, за, борьба, вернее, за первенство в паре, вам ещё обязательно, на уровне подсознания, каждому хочется оставить глубокий след в душе и в сердце партнёра. Шестая позиция. Чем же партнёр или партнёрша хорош для меня? Чем же данный партнёр загаданный? Хорош для меня, именно для меня, для вас. Мечи, тройка мечей. Карта разбитого сердца сама по себе, да. Вот видите, здесь ведьмак такой, что-то творит над огнём. Да, три мечи – это карта разбитого сердца. И удивительно, что она вышла в пункте, чем же партнёр хорош для меня. Тем, что разбил вам сердце, тем, что заставил вас в этой жизни выйти из зоны комфорта, по всей вероятности. Тем, что заставил вас задуматься вообще о реальности об этой, куда можно идти, если нет партнёра, и куда идти, если есть партнёр, что делать вместе, если всё хорошо, и к чему готовиться, если всё будет плохо. Вот очень разносторонняя у вас специфика отношений, очень разносторонняя. Ну, тут разговор о том, что, конечно, люди находятся в эмоциональных качелях, разговор о том, что вы по очереди берёте и разбиваете друг другу сердца. Как, знаете, та сказка, что журавль и цапля, да, то один к другому придёт, то другой к одному, а тот уже показывает свою гордыню. Ну, по всей вероятности, вам нравятся эти качели, раз вы в этих отношениях, раз вы их не отпустили, значит, так тому и быть. Седьмая позиция. Стоит ли вам, мой зритель, кто-то меня сейчас смотрит, признаваться в любви партнёру? Стоит ли вам? Даже если вы когда-то признавались, всё равно. Вы сейчас на расстоянии, у вас сейчас не очень клеятся отношения, я вижу. Так стоит ли вам на всё просто наплевать и признаться партнёру в любви? Стоит ли признаваться партнёру в любви? А тут, смотрите, карта 8 пятаклей. Карта ценности заявления, карта ценности предложения. 8 пятаклей. Так ли это ценность? И 8 – это всё-таки, знаете, карта, во-первых, цифры бесконечности. То есть, да, да, однозначно да. Тут, смотрите, тут два партнёра взаимодействуют. Татуировку, что ли, он какую-то делает, да, такая колода интересная. А другой партнёр наблюдает. То есть, есть тот, кто за вами наблюдает и оценивает вообще, насколько вы друг другу подходите. Есть ещё кто-то, да, кто за вами подслеживает. Это могут быть и родственники, это могут быть коллеги, могут быть предыдущие партнёры. И разговор о том, что вам признаться партнёру в своих чувствах стоит, потому что 8 пятаклей – это всё-таки серьёзная ценность, добытая трудом. Да, то есть вам не просто так, нелегко будет признаться, сделать признание партнёра на данном этапе, признание в любви партнёра на данном этапе, потому что явно между вами какое-то недопонимание, какие-то преграды. И если вы сейчас это сделаете, то мы смотрим восьмую позицию, какова будет реакция партнёра. Какова же будет реакция партнёра, если вы признаетесь в любви. А вот смотрите, какая реакция. Туз Жезлов. Туз Жезлов. Жезлы – это у нас огненная стихия, огненная энергетика, а туз – это символизм великого такого стартапа, такого великого, огненного, вихренного, всесжигающего начала. Это классная карта. Реакция партнёра будет классная. Вы даже себе представить не можете, насколько он может отреагировать эмоционально, насколько его зажгёт это, ваше признание в любви, его или её, насколько для него это важно. Смотрим заключительную карту, которая у нас идёт как итог. Ну, признались вы в любви. Ну, ой, сама выскочила. Королева мечей. А вы тут не хотите признаваться в любви? Сама карта выскочила. Разговор о том, что вы в любви признаваться не хотите. На ней колоды пашкубков. Мужчин всего скорее помоложе немножко. И вы решили его немножко держать в неведении, чтобы человек помучался. Вот такой совершенно неожиданный итог.